Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я нахожусь в гарнизоне А. Здесь огромное количество интересных интерактивных площадок. Уже несколько роликов вышло на канале. И сейчас я наконец-таки дошел до призывного пункта. Образца 41-го года. Собственно, попробую побыть добровольцем. Расскажу вам, как это происходит. Итак, товарищи добровольцы, вы находитесь на призывном пункте. Для начала задам вам несколько вопросов. Здесь у нас происходит запись добровольцев по 41-му году, но на начало войны. Как это проходило? Вот расскажите. Вот я пришел доброволить. Что мне нужно в первую очередь сделать? В первую очередь, если по сегодняшнему дню, как мы работаем с детьми, то для начала мы делаем небольшой опрос по истории, задаем вопросы. И потом импровизированный такой ускоренный процесс записи. То есть могу вам вопросы позадавать. Давайте задавайте. Хорошо, тогда начнем с самого начала. Поскольку у нас доброволец, знаете немного тему о войне. Вопрос первый. Когда началась мобилизация после начала войны Великой Отечественной? В июне. В июне. Правильно, в июне. Или нужно точной даты? Да, если более точным, то мобилизация началась 23 июня 1941 года. Призывались ли женщины в армию? Нет. Призывались. Конечно, конечно. У нас в армии служило очень много, сотни тысяч женщин. Псевистами, медработниками, даже летчики были. Если вы знаете, были авиационные полки, сугубо женские. Состоящие женщины, начиная от командира. Дальше, следующий вопрос. В какие войска чаще всего призывали трактористов, комбайнеров? Бронетанковые. Ну, правильно. Естественно. Да, да, это правильно. Какая крепость на себя приняла самый первый удар во время войны? Брестская, правильно. Ну, и вопрос на засыпку для детей. Хотя они все знают тоже. Кто был руководителем Советского Союза? Сталин. Сталин, правильно. Все, я готов. Да, готов, готов. Я прошу быстрое тестирование. Да, теперь будем записывать вас в качестве добровольца в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Подходим к столу. Так. Фамилия, имя, отчество. Радивилов Олег Викторович. А были какие-то специальные бланки или прямо на чем есть писали? Как это вообще технически происходило? Бланки, конечно, были. Вот. Но могли записывать и, собственно, на любую бумагу. А мне, чтобы записать, надо было паспорт принести, военный билет. Да, да, естественно, естественно. Ну, минимум паспорт. Если служили в армии, значит, там, соответственно, там военный билет. Так, мне по номерам первым записали. Да, паспорт. Будем считать, что вы паспорт нам показали. Паспорт показал. Да, записали там год рождения. Давайте так. 1923. 1923. Нормально? Да, нормально. Подхожу. Нормально. Военно-учетная специальность у вас есть? Связист. Связист. Отлично. Все, я подхожу? Да, подходитесь. Сейчас мы у вас... Росвес. Были какие-то ограничения? Вот, например, я пришел, хочу в бронетанковую, а во мне рост метр девяносто. Меня возьмут? Ну, вряд ли, наверное. Подходим? Вряд ли в тебе метр девяносто. Вряд ли во мне метр девяносто. Это мы примерно представляли, что там будет такой... Так, 168 где-то у вас рост. Вот, 168. Практически не уменьшился. Да, отлично. Теперь встаем на весы. Ох, это самое страшное. А весы тоже аутентичные, да? Да, конечно. Конечно, конечно. Так. А это стандартная процедура призыва, я так понимаю? Да, ну, здесь, конечно, она по очень сильно упрощенной процедуре, потому что медкомиссия, она несколько могла быть более расширенной. Но добровольцев могли записывать просто и без медкомиссии. Мы это делаем для детишек, чтобы они немножко представляли, что это такое. А так добровольца могли записать и просто записать. Фамилии, имя, отчество и все. И все? Да. И уже шел. Где же был прописан там? Вот, там родственников могли, там жену, там родителей. Так, смотрим. 88 с половиной килограмм. Ох, негоден по ожирению, мне кажется, я сейчас... Ничего, это все быстренько исправляется. Да, там пару недель полевых занятий, стройнее становимся, там выдается винтовка, патроны. Если это ополчение, то в своей форме, если формируются какие-то строевые части, значит, там на пункте формирования, там, одевают форму, соответственно, красноармейскую. А на сколько призывали? Вот был какой-то срок призыва? То есть я пришел, записался добровольцем, сколько мне нужно было отслужить, или это была бессрочная история? Нет, когда во время войны, никто не мог сказать, когда война закончится. То есть поэтому призывали на время военных действий. После войны уже объявлялась мобилизация, демобилизация, соответственно, и тогда те, кто подлежал демобилизации, там, по году, там, по состоянию здоровья, или просто там по сокращению определенных там родов войск, они, соответственно, уже уходили в запас. Продолжение следует...